Турнир ветеранов баскетбола и фестиваль школьных команд со всей области. Вот только часть планов на будущий год. Самарская федерация баскетбола на ежегодной конференции подвела итоги года и озвучила новую стратегию. Ставка на массовое развитие детского спорта. Тему продолжит Ася Кандаурова. Подведение итогов растянулось надолго. Минувший год выдался насыщенным. Самарская область стала хозяйкой 50 баскетбольных мероприятий. В их числе и суперфинал престижной Европейской юношеской лиги. Клуб Самара завоевал там бронзу, а организацию признали лучшей за 16 лет истории турнира. Баскетбольная молодежь вообще вырвалась вперед. Четыре медали российских соревнований. Традиции стала поощрять тренеров, которые приводят юных спортсменов к первым успехам. Я набирала детей из микрорайона Шузовой. Это считается у нас не очень по дисциплине хороший район. И получается я угадала, потому что ребята настоящие бойцы. В регионе удалось выстроить баскетбольную пирамиду. От детского спорта до профессиональных клубов. Опора конструкции, конечно, на профессиональных тренерах и судьях. Для них проводили мастер-классы и семинары. В прошлом году баскетбол стал базовым спортом Самарской области. А это значит еще больше возможностей для развития. Мы сегодня задачу ставим, чтобы баскетбол был и развивался в каждом отдаленном уголке, как говорится, в поселении всех муниципальных образований. Для этого мы будем сейчас активно работать по использованию всех спортивных залов наших образовательных учреждений и по созданию секции баскетбола. В ближайших планах весенний фестиваль баскетбола для всех школьных команд региона, а также стажировки для арбитров Сербии, турнир ветеранов. Все идеи, озвученные на конференции, объединят в программу, которую окончательно утвердят в марте этого года. Ася Кондаурова, Вячеслав Потоцкий. Новости губернии.